Весь центр города в этом году превратится в платную парковку. Мэрия заявила о намерении организовать 56 новых платных парковок. Постановление об этом датируется еще 13-м годом, но опубликовано оно было только на прошлой неделе. К сегодняшнему дню активные граждане подготовили специальную карту, где наглядно демонстрируется, каким станет центр города. Проанализировав постановление администрации по поводу платных парковок, мы нарисовали вот такую схему, которая обозначает, что вся центральная часть, в пределах кольца двойки, достаточно сильно будет перекрыта платными парковками. Красным цветом у нас существующие платные парковки обозначены. Это улица Рождественская, площадь Маркина, улица Ковалихинская и площадь Горького. Все остальное таким розовым цветом – это предполагаемые парковки. Мы сейчас находимся на Чернопрудском переулке. Для жителей актуальна эта парковка как бесплатная. И в ближайшей перспективе она предполагается быть платной. Что хочется сказать, что здесь находятся и жилые дома, есть и общественные приемные, куда Люза приносит письма, и на каком основании данная парковка становится платной, нам непонятно. Делая парковки платными в центре города, нужно все-таки часть мест оставлять бесплатными. Для жителей должны быть какие-то льготы. В Европе же не платят жители парковки около домов. Кино «Свадьбу в Малинске» смотрели – белые придут, грабят, красные придут, грабят. Я вот работаю водителем. От организации я приезжаю, привез человека, он пошел с документами, я его ожидаю. В бюджете организации не предусмотрено на парковку. А что делать мне вот? Мы сейчас находимся в районе нашего Нижегородского политеха. Здесь на Верхневозской набережной планируется платная парковка. На улице Минина планируется платная парковка. На данный момент стоимость платной парковки где-то в районе 50 рублей. Это получается, что если ты приехал на целый день учиться, это где-то порядка 300-400 рублей. Каким образом студенты смогут такие деньги платить за ежедневную парковку, я не представляю. В политеха и так нету много места для парковок. И ждешь по полчаса, бывает, даже на пары опаздываешь. Я иногда паркуюсь вообще за 4 улицы отсюда, чтобы успеть в институт учиться. За комментариями по поводу превращения центра города фактически в одну большую платную парковку мы сегодня обратились и в городскую администрацию. Однако там сообщили, что пока комментариев предоставить не могут, собирают информацию. Дело в том, что данное постановление было разработано еще предыдущей городской власти. Возможно, что новый мэр Владимир Панов внесет в него какие-то изменения. Как бы то ни было, мы будем следить за развитием данной темы.